Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. В сегодняшнем ролике мы отправимся с вами к озеру Кавагучи и посмотрим, что там есть интересного. Это видео я еще заснял перед поездкой в Аукигахару. Приятного просмотра! Мы доехали до станции Кавагучи. Кавагучи это такое озеро, мы еще до него доберемся чуть позже. А пока по пути я хочу показать вам различные интересные места, которые попадутся нам на глаза. И вот одно уже такое есть. Давайте я вам покажу. Вот если сюда пройти за угол, здесь есть такие бочки. В этих бочках алкоголь. В Японии очень популярно в таких бочках вообще выставлять где-то алкоголь. И на различные праздники, мероприятия и так далее люди собираются кругом и специальным молоточком пробивают крышку. И потом уже черпают отсюда алкоголь. Здесь японский нифон-чу, либо шо-чу. Точно не знаю, что здесь именно. И вот там дальше выставлен целый вообще-то колокол. Вот такие вот бочки, которые вы видите. 10 штук. Мы добрались до озера Кавагучи. Вот оно очень известно. Если вы видели в интернете фотографии японских озер и еще с воротами Тори, то это обычно сфотографировано вот здесь. Если там немного пройти, я думаю, эти ворота мы найдем. Здесь можно арендовать различные лодочки. Можно арендовать, вот, например, лебедя. Он стоит 2000 йен за 30 минут. Либо моторную лодку до 5-6 человек стоит 4000 йен. Мы здесь еще походим, все поснимаем. И, конечно же, наверное, попробуем запустить дрон, если найдем место, где это можно сделать. Теперь надо настроить дрон, чтобы его можно было запустить. Вот такой вот дрон Mavic 2 Pro. Оп-оп. Запускаю второй раз в жизни. Попробуем. Видите, я даже не все пленочки еще оторвал. Какой? А, ты везешь? Ну что ж, попробуем запустить здесь дрон и заснять Калагучико вокруг горы. Ну и вообще посмотреть, как это все будет. Буду летать по чуть-чуть, потому что я пока только учусь. Ну, надеюсь, что получится нормально. Горь, горь, горь! Горь, горь! Горь, горь! Горь, горь, горь! Горь, горь! Горь, горь, горь! Горь, горь, горь! Горь, 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 горь! Горь, горь! поснимать получится, но мы продолжим, я думаю, завтра, потому что сейчас мы двинемся в отель, где мы остановимся, чтобы завтра с утра выехать и поехать уже по Аокегахару, где мы будем снимать вот этот вот лес самоубийц, так называемый. Поэтому, наверное, сейчас еще комары заели, поэтому здесь мы пока остановимся с озером, но удалось поснимать немного с дрона, что я обязательно, конечно же, покажу в этом видео. Так как после 6 вечера автобусы от озера Кавагучи уже не ходят, то мы сели на такси и отправились в отель. Если вы живете в Токио, Осаке или Киото, то машина вам, скорее всего, не нужна, так как общественный транспорт очень хорошо развит. Однако же в других префектурах без машины сложно куда-либо добраться. Прекрасно. Кадо, да, да. Кадо. Кадо. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сдвинем. Ну, здесь все принадлежности для чая, как вы видите. Практически в любом рюкане, а вот такие вот отели с горячим источником в японском стиле называются рюканы. Всегда есть вот такие вот чашечки, чтобы попить зеленый чай. Место, чтобы телевизор посмотреть, накраситься, одеться, все дела. Шкаф просто, то есть стандартная довольно комната. Хоть это и рюкан, здесь есть горящие источники, в которых можно посидеть, пои там же точно помыться, но также в номерах есть ванна. Не во всех рюканах в самом номере есть ванна. Вот здесь вот с ванной. Также есть умывальник и вот такой вот туалет. Написано, что продезинфицировано. Этот отель называется Ащивада. Одна ночь в нем на одного человека стоит 10 тысяч йен. Или, как говорят по-японски, один ман. Помимо самой вот этой вот комнаты, оформленной довольно скромно, на мой взгляд, здесь есть, конечно же, и горящие источники. Несколько типов. Я обязательно их покажу дальше в видео, потому что еще пока туда не ходил. Вот только пришли, заселились. Источники здесь совершенно обычные. То есть мужчины все вместе купаются, женщины все вместе купаются. Если вы хотите себе качкири, то есть арендовать источник на какое-то время, то здесь за 3200 йен можно арендовать себе такой небольшой источник на 45 минут. Кстати, забыл добавить, что вот эти 10 тысяч йен, которые вы платите за отель, это только за то, чтобы здесь остановиться и также пользоваться источниками. Если вы хотите здесь позавтракать или поужинать, за это нужно доплатить отдельно. Сумму не включено. Платить нужно обычно 2-3 тысячи йен в зависимости от отеля. Ну, в принципе, вам не обязательно оплачивать здесь завтрак или что-то. Вы можете купить с собой еду, поставить здесь все в небольшой холодильник. Здесь и даже морозильник есть. Либо так, либо пойти и просто поесть, когда работает, например, в дневное время в каких-нибудь ресторанах, которые здесь есть недалеко. Здесь даже есть сетевые семейные рестораны типа Гаста. Поэтому вы бы не проголодаетесь. Так как это рюкан, а практически во всех японских рюканах выдают юкаты. Специально такая японская одежда, напоминающая кимоно, только летний вариант. И в ней уже вы ходите по отелю. То здесь тоже она есть. Нужно, конечно же, переодеться. Давайте это сделаем. Хоп! И получается вот такой вот наряд. Это юката. Можете посмотреть. Зеленая вещь называется юкатой. Вот здесь вот такой вот пояс. Это оби. А вот такая вот нагитка сверху называется хаори. Хаори. И вот такой вот наряд. Обычно во всех японских рюканах. Юката. Ну что ж, друзья. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Посмотрите, пожалуйста, целую серию видео из Аокегахары по ссылкам в описании. Там как сам лес, так и пещеры. Впереди еще много всего интересного. До встречи в следующих видео. До свидания.